Я не говорил, но кажется, они в магазине познакомились. Да, был один Джиму Коннор, с которым мы оба учились в школе. Если кто он, я не выйду к столу, ты не сердись, пожалуйста. Нет, что это за чепуха такая, Лаура? Помнишь, ты спрашивала, неужели мне никто не нравится? Я показывала тебе фотографию, помнишь? Да, в ежегоднике, да? Да. И ты, доченька, была у него влюблена? Я не знаю, но если это он, мне будет не по себе. Да не он это, не он уже, ничего подобного. Но в любом случае, ты сядешь с нами за стол. Я не разрешится разрешить, мама. Лаура, я не намерена потакать твоим капризом. И так я только от братца твоего терплю. Сядь. Сядь. Успокойся. Том, забыл ключ, открой шин-дверь. Нет, нет, дверь, открой шин-дверь. Лаура, я буду на кухне, санитарь. Лаура, ну открой ты, ну пожалуйста, мне не хочется. Лаура, мне нужно приготовить гарнир класса синяя. Нет, ну подумаешь, сколько шума из-за одного гостя. Ну и все. Ой, Лаура, звонят. Мы как раз успели до дождя. Лаура, это твой брат и мистер Уполнер. Может, откроешь их? Мама, лучше ты. Ну пожалуйста. Что с тобой, дура, ты несчастная? Ну что ты, я прошу тебя? Я уже сказала, не намерена потакать твоим капризом. Ну что ты стоишь, как и сука? Ну что ты, я прошу. Я не могу, я тоже не могу. Почему? Мне дурно. Дурно? Слышишь, мне тоже дурно. От твоих глупостей. Ну почему ты и твой братец, не как все люди, а? Эти вечные капризы в приходи, это же абсурд какой-то. Ты мне можешь толком объяснить. Лаура, почему? Идем в сию медному дом. Почему ты поешь, ты мне дверь открывать, а? Иди сейчас же открою дверь. Боже. Что ты, мой брат? Ты сейчас же откроешь дверь. Дискосово. Хорошо, хорошо, мама. Это моя сестра, Лаура. А я и не знал, что у Шекспира есть сестра. Добрый вечер. Привет. Лаура, у вас холодные руки. Я заводила граммофон. Наверное, оставили какую-нибудь классическую музыку. А вы попробуйте какой-нибудь классный свинг, сразу согреетесь. Прошу меня извинить, я там не закончила с граммофоном. Что это с ней? Что? А, Лаура. Она у нас ужасно застенчивая. Правда? Сейчас редко встретишь застенчивую девушку. А ты, кажется, ей не говорил, что у тебя есть сестра. Ну так, сам узнал, познакомился. Пост диспетч, хочешь посмотреть? Давай. Какую страницу? Комица? Нет, спорта. Ого, старик дизидин не в форме. Да. Ну, куда мне поставить свечу? Свечу? Куда-нибудь. Вот если здесь на полу ничего? Ничего. Я поселю газетку, чтобы не накапало. Можно я сяду на пол? Подушечку мне дадите? Подушечку, говорю, дадите? Конечно. Благодарю. А вы не хотите нам? Я хочу. Хотите, а не едете? Я сейчас. Подушечку себе захватите. Лаона, я вас там едва вижу. А я вас вижу. Конечно, я же на свету. Не честно. Вот так лучше. Как вам, удобно? Удобно. И мне, как ссору устроилась. Пожевать хотите? Нет, спасибо. А я, с вашего позволения, побалуюсь. Подумай только, сколько заработал парень, который изобрел вживательную резинку. Удивительно, да? Ну и здание у этой фирмы, одно из самых больших в Чикаго. Я видел его позапрошлым летом, когда ездил на Век Прогресс. А вы бывали на Веке Прогресса? Нет. Вот это выставка. Больше всего меня, знаете, что там потрясло? Павильон науки. Сразу представляешь себе, какой будет Америка. Еще лучше, чем сейчас. Том говорит, что вы застенчивая. Вы и вправду застенчивая, Лаура. Я... я не знаю. Как по мне, вы просто не современная девушка. А мне почему-то нравятся не современные девушки. Вы не обижаетесь, что это говорят? Знаете, я, пожалуй, тоже пожалею, если вы не возражаете. Пожалуйста. Спасибо. Мистер Уконнер, а вы сейчас поете? Что? У вас был чудесный голос, я помню. Когда же вы слышали, как я пою? Вы говорите, что слышали, как я пою? Да, да, очень часто. Вы, наверное, меня совсем не помните? То-то мне показалось, что я вас где-то уже видел. Сразу же, как только вы открыли дверь. И я даже чуть было не назвал вас по имени, хотя никак не мог его вспомнить. Помнишь только, что это было не имя, а прозвище. Поэтому я промолчал. Может быть, голубая роза? Точно. Голубая роза. Она вертелась у меня на языке, когда вы открывали дверь. Чудно бывает с памятью, правда? Я и не связывал вас со школой, а теперь вспоминаю в школе. Я и не знал, что вы сестра Шекспиру. Извините. Я понимаю, вы меня плохо знали. Но мы же с вами разговаривали. Разговаривали иногда. А общие занятия у нас были? Были. Какие? Хоровое пение. Мы сидели в классе через проход. А вы еще все время опаздывали. Помню, помню. Мне было трудно подниматься по лестнице. Я носила специальную обувь, и башмак так стучал, когда я шла. Не слышал я никакого скука. А мне казалось, будто гром гремит. Я ровным счетом ничего не замечал. Когда я входила, все уже сидели, и мое место было в последнем ряду, и приходилось идти через весь класс. А еще этот башмак стучит, и все на меня смотрят. Ну, Лаура, нельзя же быть такой нитиной. Я знаю, но что поделать. И каждый раз я думала, поскорей бы началось пение. Теперь я все помню. Да-да. Чуть-чуть. Хорошо. Хорошо, но вы меня с места не сдвинете. Сдвинут? На что спорим? Смелее, Лаура, не бойтесь. Я упала. Не бойтесь, Лаура, спину держите ровнее. Намного лучше, Лаура, намного лучше. Вы на что-то наткнулись. На стол. Ничего, не упало? Мне показалось... Упал. Кто? Неужели единорог? Да. Я разбился? Теперь он такой же, как все. У него отломился рог? Да, но ничего. Нет худа без добра. Вы, наверное, будете меня ругать, ведь это ваш любимчик. Да нет у меня никаких любимчиков. И вообще ничего страшного не случилось. Когда на улице сильное движение, полка ходуном ходит, и фигурки падают. И все-таки ужасно жаль, что я его разбил. А мы вообразим, будто ему сделали операцию, удалили рог. А то он был такой чудной, теперь он не будет выделяться среди остальных безрогих. Это вы здорово придумали. Хорошо, что у вас есть чувство юмора. А знаете, Лава? Вы не такая. Совсем не такая, как другие девушки. Вы не обижайтесь, что я это говорю. Не такая в хорошем смысле. С вами чувствуешь так, будто... Не знаю, как сказать. Я обычно со словом в карман не полезу, а тут не знаю, как сказать. Вы говорили, что вы красивая. Нет? Вы красивая. Вы не похожи на других, и хорошо, что не похожи. Потому что у остальных нет ничего своего. Они ничем не примечательны. Их много, а таких, как вы, одна на тысячу. Они обыкновенно, ну как трава. А вы голубая роза, да? Но голубых роз не бывает. Все равно, вы красивая. Что вам не красивого? Все, правда, красивые глаза, красивые волосы. Красивые руки. Вы, наверное, думаете, что я из вежливости. Меня пригласили в гости, и я должен говорить комплименты. Мне это легче легкого, правда. Я бы мог такую сцену тут разыграть. Таких слов наговорить, но я не хочу притворяться. Я сказал вам о комплексе неполноценности, из-за которого вы плохо сходили с людьми. Кто-то должен сделать так, чтобы вы гордились собой. Не смущались, не краснились. Не отворачивайся. Пишу он. Пассалей не пишу. Не нужно было этого дела. Сфиняй, Денис. Ты в сигарету? А когда ты в ней не курешь, прости. Мятную лепешку хочешь? Хочешь? Это долголетие. Как-то не пойду куда-нибудь, понапихаю в карман. Ся, 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 ся... Продолжение следует...